Альма-Матер, встречай гостей! Друзья, будьте оригинальными! Антиплагиат переживает новые и значительные изменения. КФУ посетили представители компании Uber. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. КФУ. Он стремится постоянно повышать качество обслуживания пациента в клинике. Я знаю, что встреча состоялась и с президентом республики. Насколько ясно, вы нашли определенные точки приложения совместных. Мы бы тоже с удовольствием включились в этот процесс. Ильшат Гафуров подчеркнул, что КФУ – большой университет, готовящий специалистов практически во всех областях. И университет был бы благодарен Uber, если бы они нашли какую-то возможность так или иначе оказаться действием в подготовке образовательных программ. Позже в императорском зале состоялась лекция Кристофера Брухарда о городской мобильности, которая основывалась на успехе компании Uber на мировой арене. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный посетил немецкое аккредитационное агентство «Эволак». Какова цель встречи, ты узнаешь прямо сейчас. 14 марта руководство Казанского федерального университета приняло в стенах вуза делегацию немецкого аккредитационного агентства «Эволак». Цель встречи заключалась в значительной поддержке качества высшего образования на более высоком уровне. Процедура международной аккредитации предполагает анализ реальных процессов научно-образовательной жизни вуза. Первый проректор КФУ отметил, что Казанский федеральный полностью готов к развитию и может смело соответствовать основным мировым трендам в сфере высшего образования. Встреча приняла формат «Вопрос-ответ». Теперь независимой комиссии предстоит строго оценить образовательные программы, процесс обучения и качество подготовки выпускников. Также представитель «Эволак» интересовал целый ряд вопросов, касающихся научно-образовательной деятельности Казанского университета, баллы рейтинговой системы и многое другое. Наша компания уже с 2000 года работает как аккредитованный центр и утверждена немецким аккредитованным советом. Мы имеем право о присуждении качества образования и аккредитации образовательных программ. Международная аккредитация – это не только престиж, но и показатель, на который удобно ориентироваться экспертам, работодателям и абитуриентам. Это доказательство качества конкретной образовательной программы и ее соответствия самым высоким стандартам. Рано или поздно каждый студент перенесет на себе всю прелесть антиплагиата. У кого-то данный интернет-проект вызывает доверие, а для кого-то антиплагиат становится настоящим вестником апокалипсиса. Ожидает ли данную программу какие-либо изменения, уже знает научная библиотека Лобачевского. Узнай и ты. Как правило, при написании студенческих научных работ, соответствующих требованиям информативности и достоверности, используют различные источники. Онлайн-ресурсы, печатные издания, периодику. Однако, простое копирование текста снижает уникальность готового диплома, реферата или отчета. Выявить подобные фрагменты позволяет комплекс «Антиплагиат ВУЗ» электронно-библиотечной системы издательства «Лайн». Вопрос совершенствования программы не теряет своей актуальности из года в год. В связи с этим, 14 марта в стенах научной библиотеки имени Лобачевского КФУ состоялся обучающий семинар информационной образовательной технологии. Здесь каждый смог поближе ознакомиться со специальными сервисами электронно-библиотечной системы «Лайн» и обсудить особенности взаимодействия автора и издателя. Более того, зрители узнали о новых возможностях системы и практике использования системы в ВУЗах и получили ответы на самые волнующие вопросы. Обязательно будут изменения. Эта система все время совершенствуется. Для этого мы и пригласили сегодня тех людей, которые все знают об «Антиплагиате» и которые расскажут о возможностях и о возможных проблемах и новостях, которые есть в «Антиплагиате» сегодня. В КФУ стартовал региональный этап студенческой диджитал-мастерской «Взлет». Студенты разных городов России объединились вместе, чтобы прокачать свои навыки в сфере новых медиа, маркетинга и бизнеса. Впервые стартовала всероссийская студенческая диджитал-мастерская «Взлет». Она объединила студентов разных городов России, таких специальностей, как реклама, связь с общественностью, журналистика, маркетинг и менеджмент. Это совершенно новый образовательный проект, где студенты смогут раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал. Очень здорово быть креативным. Очень здорово. Правда. И креативные идеи не всегда подкупают. Но символоз креатива и понимание того, насколько этот креатив ложится в реальность, вот это, наверное, самое главное качество. Очень важно, чтобы команды понимали, насколько их идея реально воплотима в жизни. В проекте принимают участие три города. Это Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Казань. В двух городах уже прошел региональный этап, а сейчас очередь дошла и до Казани. Всероссийская студенческая диджитал-мастерская «Взлет» проходит на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. В течение трех дней команды побывают на мастер-классах ведущих специалистов, где им расскажут о диджитал-стратегиях, о том, как исследовать целевую аудиторию и правильно с ней взаимодействовать. Но ключевое значение будет иметь и то, как студенты смогут себя проявить. Все эти дни они будут решать многочисленные кейсы и выполнять различные задачи. А финальным испытанием конкурса станет презентация проекта. По опыту могу сказать, что вот эти первые презентации, они всегда такие, знаете, самые шальные, потому что у ребят такой формат идеи, креатив, и немногие из этих идей потом впоследствии находят применение в финальном кейсе. То есть вот уже завтра это будет уже больше похоже на такой, скажем, на рабочие презентации. Сегодня для ребят это такой прям полет фантазии. Генеральный партнер этого мероприятия – компания «Сбербанк». Они расскажут об истории проекта и предоставят участникам задания по развитию и продвижению карты жителей Республики Татарстан. Для банка, в принципе, для любой организации важно в конечном итоге иметь возможность реализовать ее. Это все-таки желание услышать голос именно такой молодежной аудитории, потому что тот кейс, который мы представляем, он, в общем-то, касается всего населения, на самом деле, имеют карты жителей Республики Татарстан. Но именно взгляд молодежи, студентов на этот продукт, его восприятие нам очень важно услышать, увидеть и, возможно, использовать для дальнейшей работы. Участникам придется хорошо потрудиться, чтобы войти в тройку лучших команд, которые смогут принять участие в суперфинале проекта в Санкт-Петербурге 24 марта 2017 года. Там встретятся 9 сильнейших студенческих команд страны, занявших призовые места в отборочных турах. Анна Бузунова, Льнард Вильтьяров, Универньюз. Много ли вы знаете о Великой Отечественной войне? Студенты Казанского федерального университета продемонстрировали свои знания, приняв участие в исторической викторине. Как это было, смотри прямо сейчас. Викторины в Казанском федеральном университете проходят традиционно. Так, в Музее истории КФУ историческая викторина проходит уже в пятый раз. В ней приняли участие студенты со всех институтов КФУ. На этот раз студенты отвечали на вопросы, посвященные Великой Отечественной войне, а именно о московской операции. В истории Отечества было очень много знаменательных дат. И такие даты, как Великая Отечественная война, она как бы цементирует общество постсоветское. Нужно и студентам активно участвовать. Потому что, чтобы шли они потом на бессмертный полк, они знали, чей портрет они несут. А там участников московской битвы достаточно. Елизавета Евтифеева, Ленар Довлетеров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универ Ньюс. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!